Всем привет! Добро пожаловать на канал Кинорассказ! Сегодня мы поговорим о фильме «Бегущий по лезвию 2049». Погнали! 2049 год. В одном мире с людьми существуют репликанты, искусственно созданные люди от корпорации Тайрелл. Они идеальны для рабского труда, благодаря своей силе, но после череды кровопролитий их производство было запрещено, и компания обанкротилась. Но в 2020 году гипелекосистема привела к появлению промышленного магната Неандро Уоллеса, чьи генно-инженерные разработки помогли победить голод. Вскоре он выкупил все, что осталось от Тайрелл, и запустил новую линейку репликантов. Но многие их предыдущие модели, например Nexus 08, выжили, их отлавливают и отправляют в отставку. Охотника на репликантов все еще разыскивают. Тот же год. Лос-Анджелес, Калифорния. Репликант по имени Кей – одна из новых моделей. Он должен отслеживать и стирать сбежавших репликантов. Он прибывает на белковую ферму в пригороде, где он выследил сапера Мортона, одного из скрывающихся репликантов восьмой серии. Кей предлагает Мортону сдаться, он предпочитает мирное ведение дел. Но Мортон не намерен сдаваться. Он нападает на Кея, но безуспешно. Прошу вас, не поднимайтесь. Мортон объясняет ему, что Кей убивает подобных себе, потому что не видел чуда, и бросается на него. Его приходится убить. Собравшись уехать, он замечает цветок, лежащий возле дерева. После сканирования территории обнаруживается закопанный в землю сундук. Он высылает группу криминалистов на раскопки, а сам уезжает. Он приезжает в офис полиции и проходит тест для репликантов, после чего возвращается к себе в квартиру, в одном из не самых лучших районов Лос-Анджелеса. Дома его встречает подруга Джой, которая является искусственной голографической программой, у которой нет тела. Но он любит ее и приносит ей подарок. Устройство эманатор, дающие ей возможность существовать не только от специального устройства на потолке, а везде, где только захочет. Кей дарит ей свободу. Вдвоем они выходят на улицу во время дождя и обнимаются. Она счастлива. Но ему приходит голосовое сообщение из полиции о том, что они нашли зацепку из того, что раскопали на ферме. В сундуке был найден склеп и прядь волос. Они принадлежат женщине, у которой скорее всего были осложнения во время родов 30 лет назад. Поверхностные порезы на костях указывают на то, что причиной смерти было экстренное кесарево сечение. Присмотревшись, Кей обнаруживает серийный номер, выгравированный на одной из костей женщины. Это значит, что скелет принадлежал не человеку, а женщине-репликанту. Это вызывает настоящий ажиотаж, поскольку репликанты ранее не могли размножаться. И если бы об этом узнали люди, то произошла бы бойня между людьми и репликантами, поэтому он должен молчать. Кею поручили убить ребенка, уничтожить все следы и сжечь ферму. Перед уходом он берет найденные волосы. Отнеся их в компанию Уоллеса, он узнает, что образец принадлежит старой модели, но практически никаких данных об этой модели нет. Из-за некого блокаута, так люди называют электромагнитный импульс, который вывел все из строя и уничтожил почти все цифровые файлы. То, что они находят в архиве, действительно оказывается поврежденным. И на помощь к нему приходит женщина-репликант Лав. Она отводит его в комнату, где включает старую аудиозапись. На ней слышно, как некая Рэйчел разговаривает с Риком Декардом. Кей и Лав приходят к выводу, что между ними была какая-то связь. Кей решает провести расследование. Он решает поехать к своему старому коллеге Гафу, который живет в доме престарелых. Выясняется, что Декард был одиночкой и его отправили в отставку. Тем временем Лав сообщает Уоллесу о том, что произошло. И на их глазах рождается новый репликант. Уоллес, казалось бы, сочувствует своему творению. Но узнав, что оно не может иметь детей, вспарывает живот. Ему нужно больше репликантов, миллионы породят миллиарды. Тайрел, похоже, знал, как наделить роботов рабочей репродуктивной системой. Но эта информация исчезла во время блэкаута. Единственный способ узнать этот секрет – найти ребенка Рэйчел. Он приказывает Лав забрать остатки Рэйчел и проследить за Кеем, чтобы забрать ребенка. Тем временем Кей прогуливается по городу в поисках ужина. Женщина в плаще приходит к трем репликантам-проституткам и просит их выяснить, что знает Кей. Девушки боятся его и уходят, за исключением Мариетты. Но, увидев, что он носит с собой голографический проектор, она уходит от него. Настоящий не заводит? Передумаешь, приходи. Кей рассматривает фотографию дерева с фермы. Он решает вернуться на ферму Саппера и находит фортепиано-детский носок. Вместе с фотографией женщины, держащей ребенка на руках. А на дереве он обнаруживает дату – 10 июня 2021 года. Сжигает ферму и уезжает. В это время Лав приходит в участок за останками Рэйчел и убивает Кока, судебного агента. Кей приносит находки своей начальнице, лейтенанту Джоши. Она начинает расспрашивать его о детских воспоминаниях. Кей вспоминает, как он пытался спрятать свою любимую игрушку – деревянную лошадку на старой фабрике. Другие дети хотели забрать ее, и он спрятал ее в печи. Кей вспоминает, что на лошадке была та же самая дата, что и на дереве. Но он не говорит об этом Джоши. Предполагая, что дата, вырезанная на дереве и лошади, означает дату рождения, Кей начинает копаться в банке ДНК, чтобы найти кого-то, кто родился 10 июня 2021 года. К нему присоединяется Джой. Он находит записи о двух детях, родившихся в этот день – мальчики и девочки. У них одинаковая ДНК, что невозможно, ведь только идентичные близнецы имеют одинаковую ДНК, и они должны быть одного пола. Поэтому он решает, что один был скопирован с другого. Данные ДНК поступили из детского дома за пределами города. Позже девочка умерла от генетического заболевания. Поэтому Кей предполагает, что мальчик, возможно, был спрятан репликантами в приюте, который находится в руинах Сан-Диего. Он направляется туда. По пути его сбивает племя дикарей. Они хотят напасть на него уже на земле. Но Лав, преследующий его сверху, сбрасывает бомбы на дикарей. Кейу удается добраться до детского дома, где смотритель явно использует детей в качестве дешевой рабочей силы. Он заставляет мужчину показать ему старые административные файлы, но обнаруживает, что разделы, которые он ищет, были полностью вырваны. Он заходит глубже и обнаруживает печи своих воспоминаний. Деревянная лошадь все еще спрятана внутри нее. Не зная, что делать с этим, он возвращается домой. Джо убеждает его в том, что он рожденный, а не созданный. Кей особенный. Она решает назвать его настоящим человеческим именем и выбирает имя Джо. Чтобы проверить подлинность своих воспоминаний, он отправляется к доктору Ани Стеллин, которая разрабатывает имплантанты для памяти. У нее ослабленная иммунная система, и она должна всю жизнь находиться в куполе, избегая физического контакта с людьми. Ее родители уехали с земли в одну из внеземных колоний, но ей не разрешили поехать с ними из-за ее болезни. Юность Анны была одинокой, но это заставило ее воображение расцвести, сделав ее одной из лучших создателей искусственных воспоминаний. Кей спрашивает, как можно отличить фальшивые воспоминания от настоящих? Стеллин говорит, что поддельные воспоминания, как правило, слишком подробны, поскольку настоящие воспоминания беспорядочны. Из-за того, что они, как правило, отражают эмоциональное, а не фотографическое воспоминание. Но хорошо сфабрикованная память всегда содержит что-то личное от создателя. Кей просит ее заглянуть в его память и поделиться своими мыслями. Специальное устройство позволяет Стеллин видеть воспоминания в его голове. Удивившись, она говорит, что воспоминания настоящие. Кей уходит в приступе гнева. Когда он выходит на улицу, его задерживает полиция и отправляют на тест для репликантов, который он проваливает до почти критических значений. Но она лжет ей о том, что нашел и убил ребенка. То есть и выполнил свое задание. Она дает ему два дня на то, чтобы он пришел в себя. Вернувшись домой, он обнаруживает Мариету. Джой синхронизируется с телом Мариеты, и они занимаются любовью с Кеем. Джой хочет быть для него настоящей. На следующее утро Кей, похоже, чувствует себя неловко из-за неожиданного секса втроем. Его вызывают в участок, и он уходит не попрощавшись. Но не раньше, чем Мариета положила отслеживающее устройство в его пальто. Джой велит Мариете уйти, и Мариета насмехается над тем, что, побывав в сознании Джой, она заметила, что там не было ничего особенного. Кей говорит Джой, что за ним придут люди. Джой настаивает на том, чтобы пойти с ним, чтобы она не могла раскрыть то, что она знает. Кей против этого, так как если он перенесет ее в мобильный проектор, это подвергнет ее большому риску. Если проектор получит хоть малейшее повреждение, то она исчезнет. Но в конечном счете он соглашается. Она приказывает ему уничтожить антенну в проекторе, чтобы ее нельзя было переместить на другое устройство, и исключить тем самым любую возможность ее отслеживания. Лав, которая следит за проектором, злится, потому что больше не может отследить его. Кей отвозит деревянного коня специалисту Доку Бенджеру, который обнаружил в дереве следы радиоактивного трития. Поблизости есть только одна область, которая может объяснить, откуда эта древесина, и такие высокие показатели радиации. Кей покидает город, стараясь, чтобы его не заметили. Тем временем Лав прибыла на станцию, прося Джоши сотрудничать и сказать ей, где находится Кей. Джоши отказывается, и Лав начинает угрожать ей. Она пытает Джоши, чтобы получить информацию, но безрезультатно. Поэтому Лав убивает ее и использует компьютер, чтобы найти местонахождение Кея. Кей прибывает в заброшенные руины Лас-Вегаса и входит в заброшенный отель. Все охраняется минами. Здесь живет Декард. И он держит Кея на мушке. Они дерутся до тех пор, пока Декард не убеждается, что Кей пришел только за ответами на вопросы. Он говорит, что Рэйчел была беременна, но никогда не видела ребенка и не знает о его местонахождении. На Декарда все еще активно охотились, поэтому из любви к ней ребенку он оставил все еще беременную Рэйчел на попечении людей, которые могли бы защитить ее. Любить кого-то, значит отпустить. Он научил других репликантов, как подделывать записи о рождении. Через некоторое время Декард замечает, что кто-то вошел в этот район. Убежденные, что за Кеем следили, они пытаются убежать. Но ракета уничтожает машину Кея. Они оба теряют сознание. Оставив его умирать, она похищает Декарда, убивая Джой, ломая проектор. И отвозит Декарда к Уоллесу. Они оставляют Кея, думая, что убили его. Его спасает группа репликантов, которые борются за свободу. В них входит и Мариетта. Их лидер Фрейса рассказывает Кею про то, что она была рядом с Рэйчел во время родов. И она умерла прямо во время них. Про то, как репликанты старались всеми силами спрятать ребенка, поскольку видели в нем живое чудо. И Блэкаут тоже инсценировали они, чтобы уничтожить множество файлов и спрятать от людей эту информацию. Если бы люди узнали об этом, у репликантов появились бы все права, как у полноценной расы. Кей говорит о том, что он ребенок Рэйчел, но Фрейса говорит о том, что это была девочка. Но он не понимает, откуда тогда у него эти воспоминания. Все это часть головоломки. Они приходят к выводу, что дочь Декарда на самом деле Стеллин, потому что только одна она могла вживить другим какие-либо воспоминания. Репликанты просят его вернуться и не позволять Уоллесу получить какую-либо информацию о репродуктивной системе, даже если придется убить Декарда. Иначе Уоллес создаст самопроизводящуюся армию рабов. Декарда приводит к Уоллесу, показывая ему останки Рэйчел. Он говорит, что не знает, где его ребенок. Затем он намекает ему на то, что их встреча с Рэйчел была подстроена с самого начала. Он пытается вытянуть информацию с Декарда, но у него не получается. Тогда он прибегает к лону Рэйчел. Но Декард видит, что у нее совсем другой цвет глаз. И план Уоллеса проваливается. Он отправляет Декарда в одну из внеземных колоний, где его будут пытать. Лав вылетает с Декардом в наручниках, но Кей прослеживает за ней. Он сбивает ее машину своей и стреляет в лав. Но она выживает и вступает с ним в драку. Он думает, что убивает лав ее же ножом и идет спасать Декарда. Однако лав снова появляется из воды в полузатопленной машине. И тогда она снова нападает на него. Но ему в очередной раз удается отбить ее атаку. И Кей убивает ее. Он привозит Декарда к дочери, а сам ложится на ступеньки и смотрит на падающий снег. Скорее всего он умирает от полученных ран. Он был всего лишь пешкой в этом пазле. Декард впервые видит свою дочь. Доктора Анну Стеллин. Уникальный для нашего времени фильм. Визуальная составляющая заслужила даже два Оскара и вполне оправданно. Очень достойное продолжение оригинала. Великолепная игра Райана Гослинга. Саундтрек от Ханса Циммера. Интересный сценарий и незабываемая операторская работа – это залог хорошего фильма, оставляющего после себя очень много времени для мыслей. Пока!